добрый день коллеги добрый день дорогие друзья добрый день как я надеюсь уважаемые участники нашего будущего курса мы начинаем наш установочный вебинар посвященный курсу креативный интеллект я калиников павел юрьевич руководитель онлайн школы директ академия которая будет реализовывать этот проект его учебной части а вот и сегодня мы с вами проведем некоторые знакомства и мы познакомимся с основными параметрами нашего курса вот мы сегодня сегодня у нас такой план сначала перед нами выступит константин николаевич костюк руководитель генеральный директор компании директ медиа вот которая реализует данный грант вот потом кратко выступлю я обрисую общие границы нашего курса и потом мы с вами познакомимся с нашими преподавателями по ходу всего дела вы можете задавать вопросы в чат для удобства я разместил на презентации одну практически полную копию нашего лендинга который наверное вам известен потому что вы именно на нем нажали на кнопочку зарегистрироваться и в результате этого попали к нам сюда на вебинар вот ну вот пока у меня все я хотел бы предоставить слово константин николаевичу для общего описания нашего проекта добрый день уважаемые коллеги и друзья рад приветствовать курс эту нашу идею поддержал президентский фонд культурных инициатив и думаю не случайно и само название нашей школы креативный интеллект совершенно не случайно и давайте просто задумаемся искусственный интеллект как вот он в новом обличье вошел в нашу жизнь как такая загадка вызов и основной интерес нашего времени он вошел именно в формате креативного и это было по сути дела парадокса поскольку до сих пор мы с искусственным интеллектом всегда ассоциировали вот такой алгоритмический компьютерный интеллект интеллект который не способен вообще креативить и вдруг щелк и совершенно по-другому он к нам предстал именно интеллект который творит интеллект который галлюцинирует фантазирует и вообще много чем он нас удивил и будет продолжать удивлять и в нашей школе мы планируем конечно но в первую очередь вести обучение работу с этим интеллектом но конечно это не только обучение и задача понять возможности в чем он нам может помочь ну и вообще что это такое потому что я бы сказал один из вызовов и вот таких загадок которые перед нам стоит перед нами стоит что именно вот в области обучающей сферы искусственный интеллект и креативный интеллект представляется скорее угроза чем что-либо иное потому что сейчас речь только о том что там студенты пишут дипломы с помощью его школьники получает готовые домашние задания и вообще собственно когда нам по заданию создается там текст и какой-то вот объект творческое искусство заменяющий человека но такое нам в принципе не нужно в образовательной сфере вообще не нужно да это именно угроза это то что обманывает нас и поэтому вот образовательная сфера скорее так ощерилась как только начала понимать о чем идет речь но и тем не менее пока никто не собирается сдаваться и куда-то прятать вот эти изобретения в сейфе шкаф мы все-таки надеемся что он открывает новые возможности и прежде всего в творческих сферах ну а где тогда если вот не в прямой функции там замены человека да где тогда он может быть интересен он должен быть нам полезен именно в качестве помощника то есть сервиса который не заменяет нас а помогает но это что прежде всего технические какие-то тексты информационные очень много у нас вещей которые ну в которых по сути дела интеллект не участвует до информационной функции вот мы надеемся что именно в этой сфере мы найдем применение как сэкономить просто наше время чтобы он приносил пользу не заменяя а где-то помогая экономим время ну и тут еще один вызов наверное мы еще не знаем вот все возможности которые он способен открыть на что вообще искусственный интеллект способен он движется семимильными шагами но одно очевидно это не только угроза это будет еще и вызов потому что если он способен на многое то нам придется очень тяжело и это будет уже некое соревнование некая гонка искусственного интеллекта с человеческим гением нам придется действительно постараться и вот защитить человеческий гений доказать чем лучше по сути дела очистить вот эту нашу творческую составляющие от каких-то механистических технических вещей мы их оставим искусственному интеллекту и заявить более четко обнаружить вот то начало гениальности который наверное по нашему убеждению сегодня дает нам здесь однозначные преимущества но все это должно показать время должна показать работы должна показать вот школа работы которые мы с вами сегодня открываем ну и обозначив вот векторы что нас ждет и где какие-то границы которые мы должны прощупать до них должны дойти еще объявлю об одной инициативе мы не только вот осуществим такой курс это будет в дальнейшем такой открытый онлайн курс так что в ваших задачах провести его интенсивно интересно чтобы это действительно была школа для всех ну а параллельно мы открываем еще одну так называемую лабораторию искусственного интеллекта где тоже вот в параллели с этой школой будем изучать практические возможности как инструменты искусственного интеллекта можно использовать в нашей творческой работе работе связанной с деятельностью информационных платформ так что тоже приглашаю участвовать в этом формате в общем мы стараемся быть здесь не последними и предоставляем возможности и учиться и что-то делать так что пожелаю вам коллеги успеха в нашей школе ну и каких-то действительно творческих результатов спасибо и как как мы его получили и так далее ну в целом да пожалуйста грант достаточно традиционные да если кто участвовал в президентском фонде на существует свои формы стандарты главное чтобы была идея вот наша идея совместить школу то есть курс вместе с практической работой в этой новой сфере ну и посмотрим как это получится наша идея показалась видно убедительные но теперь нам осталось если считаете еще какой-то момент обозначить да в общем нет мы сейчас все творчески подходим к этому моменту какие-то ограничения я наверно сам опишу и чисто технические и по гранту ну большое спасибо да мы тогда продолжим наш вебинар вот что я хотел бы тут отметить для наших потенциальных участников а ну во первых я с удовлетворением отмечаю что наш для для себя с удовлетворением может быть для участников это не так хорошо что мы практически за день после моей рассылки которые которые осуществлял адрес на каждому человеку набрали нужное количество людей и и сейчас даже у нас есть некоторое превышение над тем количеством которое должно принять участие в нашем в нашем курсе мы должны в соответствии с нашим грантом обучить 25 человек ну может быть чуть-чуть мы поднимемся над этой цифры поэтому у нас до записалось у нас уже 36 человек а вот я так понимаю кто-то уже передавал из уст в уста ссылку которой мы нигде публично не 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 публиковали а только рассылали тем людям которые мы хотели пригласить а я хотел бы уточнить что тех людей которые я приглашал по согласованию с нашими грантодателями это были люди которые проявили как-то себя хорошо на других наших курсах ну либо даже были авторами наших курсов а вот то есть и люди про которых мы точно знаем что они умеют любят учиться и соответственно от нашего курса будет толк то есть наша конечно сверх задача это то чтобы те знания которые есть у наших преподавателей они стали бы вашими знаниями вашими навыками и чтобы вы активно стали работать с этим направлением вот значит несколько слов об ограничениях значит в соответствии с условиями нашего гранта в мы они немножко ограничены впрочем почти всех из вас эти ограничения не касается то есть мы проходим по всем параметрам итак первое ограничение это давайте я перелесну немножко так не у меня тут да первое ограничение это что на курсе должны быть граждане р.ф. граждане россии ну это естественно ограничение для государственного гранта вот я у меня есть две заявки от не граждан р.ф. я думаю что мы поступим так если есть интерес мы просто этим людям предоставим доступ не в качестве слушателей нашего курса участников курса а в качестве свободных вольных слушателей скажем так а вот никто нам не мешает это делать а дальше грант направлен на того чтобы повысить вот этот вот креативный интеллект у людей которые осуществляют свою деятельность в области культуры или образования нам очень важно чтобы эти знания двигались дальше и чтобы мы результаты видели бы именно в этих областях но области культуры понятно потому что то что сейчас делается в рамках искусственного интеллекта очень но по крайней мере его верхняя часть та которая видна всему обществу очень часто находятся именно в области культуры то есть креативная креативная индустрия очень много как уже сказал константин николаев с одной стороны приобрела с другой стороны находятся в зоне риска в связи с деятельностью компании по продвижению созданию продвижению открытых средств искусственного интеллекта что касается образования тут понятно да тот кто ну во первых образование это близкая нам сфера мы работаем в области в основном с образованцами и будем продолжать работать это касается как компании директ медиа в целом так и наши онлайн школы директ академия а во вторых мы имеем основания утверждать что те знания которые будут вам получены вами получены в этом курсе те люди которые имеют отношение к образованию смогут продвигать дальше в широкие массы скажем так учащихся да то есть это будет синергетически дальше продвигаться как вот нарастать как снежный ком вот ну и последнее ограничение это по образованию я тут даже боюсь говорить потому что абсолютно все кто зарегистрировался в настоящий момент на курс они написали про себя что имеют высшее образование значит что касается удостоверение всего этого мы приняли мягкое решение с гранатодателями о том что мы не будем требовать от вас документы подтверждающие вот это вот гражданство деятельность образование и так далее вот достаточно того что вы уже написали в заявке еще один момент мы вас просили написать в заявке несколько предложений абзац по поводу того как вы планируете это участвовать зачем вам этот курс и так далее вот это в некотором смысле это конечно тоже требование гранта потому что мы должны будем как-то обосновать почему вы мы взяли именно вас на этот курс вот но с другой стороны это конечно информация которая важна и вам и нам да она уже сохранилась прямо в заявке было такое поле так что мы будем принимать это во внимание тоже ну вот наверное из таких вот основательных ограничений все вот теперь по поводу того когда курс будет проходить курс мы планируем начать 21 мая и я надеюсь что он завершится раньше конца июня 18 июня пока как ориентировочная дата окончания курса окончания синхронных мероприятий курса скажем так отмечено но она может быть немножко сдвинута вперед как у нас будут проходить занятия у нас в курсе 25 этапов будем так говорить это 17 тем и 8 8 практических занятий ну на самом деле это да это количество синхронных мероприятий если если быть более точными это количество так даже не знаю как сформулировать синхронных не мероприятия синхронных элементов вот я думаю что мы для удобства будем сдваивать наши синхронные этапы вот эти вот вот и будем проводить ну как положено высшей школе двухчасовые не часовые мероприятия двухчасовые по гранту каждый из этих 25 25 точек 25 тем или практических занятий должны занимать по часу по академическому часу значит соответственно мы будем рассчитывать на то что их будет примерно в два раза меньше но будем сдваивать эти эти мероприятия в два в одно вот как то так значит что будут из себя представлять темы темы будут в соответствии с традиции директ академии направлены на практику это будут краткие теоретические теоретический рассказ о том что что из себя представляет данная практика который мы будем изучать и данный инструмент и более длительный показ самого инструмента то есть как с ним конкретно работать что будут из себя представлять практические занятия так называемые практики на практике будут представлять из себя тоже синхронные мероприятия мы будем называть их наверно это будут некие разборы полетов скажем так то есть по результатам каждого модуля мы будем проводить практическое занятие она тоже будет синхронная в котором будем проверить преподаватели будут делать обратную связь по вашим обобщать точнее не просто давать обратную связь а обобщать результаты выполнения домашних заданий пояснять какие-то трудные места которые возникли и оказались слишком трудные для в целом для коллектива курса вот ну и будут отвечать на ваши вопросы тоже в синхронном режиме кроме синхронной части в курсе будет присутствует асинхронная часть видимо в виде telegram группы в которой все вы можете задавать асинхронно то есть в любое время дня и ночи вопросы сдавать свои домашние задания и получать обратную связь от преподавателей обратная связь конечно будет не не прямом рефили не через пять минут на то и асинхронная группа а вот но она будет поступать достаточно быстро тем не менее вот вот такой синхронно асинхронный режим который мы практикуем в общем то уже достаточно давно он показал себя как эффективный и для для обучения вот ну и собственно вот так это курс будет проходить так сейчас я гляну нет ли каких-то вопросов нет вопросов нет так относительно того что надо будет так где-то вот здесь да вот критерии оценки участники считаются окончившими курс при участии не менее чем 30 процентов синхронных лекций активности учебном сообществе выполнение не менее шести практических заданий ну вот это как-то так мы здесь описываем наверно это не очень строго но можете себе представить объем нагрузки вот который вам необходим выполнить для получения зачета по курсу зачет по курсу будет означать что вы получите сертификат от директ академии а также а точнее от компании директ медиа которые кстати имеют образовательную лицензию вот и что наверное более важно удостоверение установленного образца на 72 академических часа в бумажном виде вот но для этого надо получить зачет недостаточно принять участие пассивно принять участие в нашем курсе вот ну собственно общие места я все описал и наверное да если у вас есть вопросы обязательно лекции в записи будут да поэтому требования посещения синхронных мероприятий она ну воспринимайте тем не менее его как настоятельная настоятельная рекомендации я не могу требовать или говорить что вы обязаны там быть да постарайтесь посещать потому что как показывает моя собственная преподавательская практика те люди которые посещают синхронные мероприятия они и гораздо лучше потом они смотрят записи потому что у нас у всех есть желание посмотреть записи а потом это желание пропадает и запись расхолаживает немножко вот они как правило лучше всего выполняют домашние задания и среди первых получают зачеты вот но я понимаю что люди могут быть заняты на работе могут быть разные проблемы поэтому мы будем стараться подходить к этому относительно гибко вот но лекции в записи обязательно будут кстати лекции в записи будут появляться сразу ну через один-два дня после проведения мероприятия а в течение лет там и из этих записей сделаем немножко более более удобоваримые ролики то есть немножко их порежем порежем лишнее сделаем подсказочки какие-то интересы и потом выложим в открытый доступ это тоже является нашей нашей миссии в этом в этом гранте вот так ну что ж а теперь наверное я хочу предоставить слово нашим преподавателям нашим прекрасным преподавателем которые являются лучшими преподавателями в директ академии вот это анастасия пахарукова который будет реализовывать большую часть нашей программы ну и сергей павлов который возьмет слово после анастасии который является один одним из самых креативных наших авторов да мы постарались подобрали наших лучших авторов которые уже имеют большой опыт в реализации возможности искусств интеллекта все я удаляюсь и предоставляю слово анастасии прошу день коллеги добрый день друзья рада видеть всех кто готов присоединиться к курсу и активно на нем работать меня зовут анастасия я работаю в лаборатории мультимедийных коммуникаций и как поскольку мы лаборатория мы постоянно экспериментируем когда появились нейросети когда стали много говорить про генерацию картинок потом появился чат gpt все стали говорить про генерацию текстов мы конечно не могли пройти мимо и стали активно экспериментировать вот уже больше года мы работаем с нейросетями буквально каждый день выполняя самые разные задачи и могу сказать по своему опыту что есть очень большая разница между тем пользуетесь ли вы нейросетями или внедряете ли вы их свою работу в первом случае вы буквально экспериментируйте пробуйте иногда достигаете хороших результатов иногда у вас что-то не получается но тем не менее вы не опускаете руки во втором случае если вы внедряете нейросети в свою работу вы уже умеете добиваться именно стабильных результатов ведь в нашей с вами профессиональной деятельности просто сгенерировать картинку или просто написать какой-то кусочек текста явно недостаточно я делала к прошлому начала этого учебного года то есть в сентябрю проект игровой проект для всех педагогов где мне нужно было сгенерировать несколько изображений с персонажами а именно 60 и поскольку это было проще сделать через нейросети я провела несколько дней то есть вот буквально все время рабочее время какое можно было я тратила на генерацию для того чтобы персонажи на всех картинках имели один и тот же облик существовали в одной и той же реальности и такая практика показала мне что обычных навыков тех экспериментов которые мы делаем своих телефонах подключая шедевром того что мы экспериментируем с гигачатом и либо с зарубежными какими-то сервисами и нейросетями недостаточно для того чтобы начать применять в своей работе поэтому при подготовке курса при написании программы в первую очередь мы задавали себе вопрос какие типы задач вам приходится решать чаще всего что поможет сократить время на выполнение каких-то регулярных рутинных задач какие именно нейросети будут для вас максимально полезны и этом максимально понятно поэтому а везде по возможности где то можно мы старались в первую очередь показывать именно российские нейросети кандинский шедевру яндекс gpt гигачат и подобные им сервисы там где это невозможно конечно мы будем работать на примере зарубежных но я рассчитываю что в ближайшее время количество русскоязычных до основанных на русских нейросетях сервисов возрастет просто-напросто многократно сам курс мы разбили на четыре основных модуля первый из них это генерация изображений а то в принципе с чего начиналось то с чего к нам все на пришли генеративные нейросети сказали смотрите как здорово теперь там где вы научительно подбирали фотографии платили за фотостоки искали какие-то иллюстрации теперь вы можете просто написать описать свое желаемое изображение нажать на кнопку и получить результат и нейросети которые работают с изображением сейчас очень и очень много какие из них подойдут вам больше через какой сервис будет удобнее их запускать какие есть параметры и настройки и как правильно написать prompt ваш запрос к нейросети вот с этим мы как раз поработаем и попрактикуемся не просто создавая какие-то генерируя свои собственные изображения но и изменяя с помощью нейросети уже готовые картинки а ведь это очень здорово представьте что то что вы раньше делали фотошопе или других сервисах теперь можно сделать точно также через нейросеть просто написав я хочу такое же но с метровыми пуговицами модуль посвящен работе с текстом как раз нашумевшие чат gpt и ее аналоги в россии это янцикл gpt и гигача разные сервисы имеют разные свои особенности и вот сразу хочу сказать что несмотря на то что чат gpt его аналогичные сервисы находится на моем рабочем столе и я обращаюсь к ним ежедневно тексты я по-прежнему пишу сама а мнение о том что нейросети нужны только для того чтобы написать что-то за вас не совсем правильно да часто наши студенты идут вот по простому пути и нажимают кнопку напиши мне реферат по такой-то теме я считаю что это неправильный подход и многие коллеги со мной согласятся нейросети помогут избежать страха чистого листа они помогут найти информацию проанализировать и натолкнуть на какую-то интересную идею они помогут оценить и отредактировать ваш текст но они помощники а не ваша замена и как раз на это и будет нацелен наш модуль инструменты работы с текстом еще один модуль посвящен видео это такая тема перспективная но где еще нет абсолютно абсолютно большинства инструментов они находятся в разработке нам обещают что вот-вот выйдет прекрасная 40 которая умеет по простому предложению по простому тексту генерировать небольшие видеоролики нам обещают выход очередной модели которая умеет превращать ваши картинки в 3d объекты которые можно вставлять например в презентации или в те же самые видеоролики но поскольку это будущее не за горами мы считаем что и в курсе тоже нужно осветить инструменты искусственного интеллекта для создания видеороликов и в первую очередь те нейросети которые позволяют нам делать своих виртуальных аватаров я думаю что многие преподаватели это оценят когда можно записывать видео лекцию не стоя перед камерой в течение нескольких часов съемочные дни могут быть очень и очень утомительными а загрузив свою фотографию загрузив текст своей лекции и нажав сервисе кнопку с генерируем мое видео это чудесная возможность и у нас есть примеры а мы с удовольствием собираем подобные кейсы например российского телеканала который для прогноза погоды создал виртуальную телеведущую и их прекрасный опыт мы тоже конечно изучим и наконец еще один модуль он тоже очень важен эта работа со звуком и про него лучше всего расскажет мой коллега которые этой темой занимается конечно намного глубже чем я пожалуйста сергей вам слово приветствую коллеги слышно видно надеюсь что я вам слышен и виден я смотрю тут среди имен и фамилий которые представлены сегодня на нашем вебинаре есть знакомые поэтому могу уже открыто сказать здравствуйте друзья вот жизнь нас теперь сводит уже в несколько ином формате и для того чтобы презентации или мотивации было полной хочу рассказать маленькую историю лет наверное около 15 назад может 13 14 это уже не важно когда практически весь мир не знал что такое bitcoin мне мой товарищ зовут его андрей он на сегодняшний момент является официальным лицом компании intel живет в калифорнии раньше мы с ним партнерствовали у нас были совместные проекты он мне говорит давай начнем заниматься биткойнами мне вот честно скажу на тот момент это казалось полным бредом я совершенно не понимал что это такое а потом проходят годы и вдруг из всех репродукторов телевизионных ящиков начинает звучать это загадочное слово вот я думаю большинство из вас наверное слышал что это такое и вот проходит какое-то время я его спрашиваю я грандрюк а вот если бы мы с тобой тогда этим занялись вот чтобы сейчас было по твоему прогнозу он говорит мы бы с тобой были богатыми людьми вот вот моей жизни вот такой момент был ну я в это не поверил я от этого ушел и его отговорил вот о чем теперь не знаю сожалею не сожалеют уже совершенно неважно что было то было вот и какое-то время назад спрашиваю него я говорю а как ты считаешь вот в чем перспективы развития на что на сегодняшний момент следует обращать внимание он говорит изучай нейросети на тот момент когда он мне это сказал мне тоже это было как будто казалось не знаю чем-то таким вот инородным совершенно неправдоподобным ну как тут мы русские советские люди не привыкли ко всему вот этому но все-таки во мне что-то перевернулось и последние наверное лет шесть-семь занимаюсь изучением нейросетей вот могу сказать честно что за последние наверное год или с чем-то я не написал ни одного поста для соцсетей сам за меня это делают нейросети изображение которое публикую в большинстве своем правится посредством нейросетей делегирование своей работы нейросетям позволяет существенно сэкономить личное время и посвятить свою жизнь свою жизнедеятельность изучению чему-то иному вот может быть даже где-то потратить больше времени на семью чем заниматься какой-то рутиной большинство профессий которые на сегодняшний момент существуют вот я думаю в ближайшие годы они исчезнут за ненадобностью это и пугает и радует даже не знаю как тут к этому относиться но действительно нейросети на сегодняшний момент как этом на молодежном сленге рвут все что только можно вот буквально недавно у меня был очередной шок мир перевернулся я вдруг неожиданно для себя не зная языка программирования научился делать чат-ботов которые позволяют в телеграме посредством g5 4 я думаю слышали наверное да что такое g5 а также подключением к нему профильных сервисов рисовать картины писать замечательные тексты редактировать тексты и на это уходит считанные минуты поэтому вот честно говорю я вам немного завидую если кто касался работы с ней сетями эту это будет очень полезно очень познавательно но не настолько удивительно а вот кто этого не касался это полностью перевернет ваш мир когда показываю людям как это делается они смотрят за минуту происходит что-то и всегда задают вопрос а что так можно было так вот оказывается так уже несколько лет можно было кстати задал вопрос а сколько на сегодняшний момент граждан вообще планеты земля мира пользуются нейросетями ответ очередной раз слегка шокировал оказывается меньше одного процента представляете один процент вот со всего земного шарика на сегодняшний момент в своей жизнедеятельности использовать нейросети я думаю что ни один из них не пожалел об этом не на секунду чем дальше тем это становится проще нейросети настолько развиваются семимильными шагами и настолько обучаются что у меня вот есть свой собственный ассистент телеграм который позволяет мне не выходя с телефона отвечать на любые вопросы пока вот честно скажу ленюсь подключить его чтобы он отвечал на электронную почту но думаю переборю себе эту лень подключу его ну пока даже наверное не ленюсь а страшусь а вдруг он там что-нибудь ответит не то что вот мне бы хотелось самому акцентировать на чем внимание в переписке но думаю ближайшие буквально в ближайшее время нейросети даже вот в таком простом как нам после вот прохождению курса как нам будет казаться примитивном качестве умеют это делать и умеют делать это гораздо лучше нас буквально недавно вот коснулась случай одной из газет потребовалась статья и они мне говорят ну вы нам дайте какие-нибудь наброски для того чтобы мы в наш журналист специально обученный человек мог на основе этих набросков создать хорошую статью для того чтобы ее публиковать в газете думаю дучи им тут будут давать чтобы это переписывали задал правильный prompt prompt кстати это то задание которое мы даем соц сетями это тот язык на котором мы общаемся вернее с нейросетями это именно тот язык вот на курсе мы как раз будем изучать как правильно ставить задачи для того чтобы получать правильные нужные нам ответы в общем нейросеть в течение наверно полутора двух минут выдала мне результат что-то мне не понравилось пришлось перри задать задачу в итоге потратив наверное 5 или 10 минут была готовая статья который были приложены два реалистичных изображения и два изображения которые были сгенерированы нейросетью отправил непосредственно в газету проходит какое-то незначительное время они пишут как вам удалось это написать игра сколько будет вашему журналисту потребовалось времени на то чтобы вот это вот ну как как журналисты говорят родить да вот этот вот текст ну часов несколько ну вот у меня ушло на это несколько минут поэтому повторюсь еще раз я немножко вам завидую то что у вас будет возможность это изучить и применять в своей жизнедеятельности постоянной жизнедеятельности и это будет реально помогать если при работе вот как раз мы сейчас касаемся работы со звуком если несколько лет назад нужен был специально звукой специализированный специально обученный человек звукорежиссер чтобы с видеозаписи вот репортаж например снимаем репортаж с улиц вот машины едут там что-то шумит для того чтобы вычистить вот этот шум нужно было специализированной техника нужно было как тут какая-то шумоизоляция на сегодняшний момент даже самую шумную запись посредством нажатия одной кнопки важно знать какую кнопку нажать и как правильные нажать посредством нажатия этой волшебной кнопки мы получаем законченный результат студийного качества буквально недавно мы снимали фильм где была нужна озвучка мы решили озвучивать его посредством нейросетей существует на сегодняшний момент несколько замечательных ресурсов которые позволяют это сделать какие-то работают более корректно какие-то менее корректно но не суть фильм был озвучен посредством искусственного интеллекта но правда мы там пошли на хитрость голос все-таки но нейросетей пока вот на сегодняшний момент он все-таки немножко роботизированный для образовательной сферы для каких-то фильмов он подходит для серьезной работы но пока слабоват но мы пошли на хитрость моего вычистили точнее даже не вычистили слегка замедлили применили несколько эффектов и голос стал настолько реалистичным что нам задавали вопросы нам кажется что это диктор с центрального канала на самом деле это была нейросеть буквально с копеечным вложением именно с копеечным вложением поэтому то что происходит на сегодняшний момент это только начало я думаю через полгода через год через два года у нас появится в наших телефонах появится всего-навсего одна кнопка создать шедевр мы будем ее нажимать и искусственный интеллект будет за нас отделать так вот наша задача именно сейчас пока этим умеет пользоваться только один процент менее одного процента населения планеты земля освоить те азы понять ту структуру вот тот посыл который разработчики всех этих нейросетей нам дают те возможности для того чтобы потом можно было совершенствовать естественно наш курс не даст вам всей полноты знаний что вот завтрашнего дня раз в один момент вы стали специалистом всего мира всея руси наша задача научить вас пользоваться базовыми знаниями вот этими самыми инструментами которые на сегодняшний момент доступны вот у меня есть принцип я стараюсь использовать сервисы которые не требуют финансовых вложений это не жадность тут сразу оговорюсь это не жадность это даже не практичность это некая вот такая вот внутренняя философия зачем переплачивать если есть возможность сделать аналогичное совершенно с минимальным бюджетом или вообще без денег вот я надеюсь что наши знания вам в этом помогут анастасия это супер преподаватель супер педагог поэтому я вместе с вами буду слушать с удовольствием ее лекции вот я думаю что узнаю для себя очень очень много нового очень полезного а со своей стороны постараюсь сделать все возможное чтобы каждый из вас каждый из нас мог эти полученные знания применять на практике и вот очень здорово что именно подобный проект в российской федерации запущен это действительно нужно это действительно важно я думаю что вместе мы с вами будем творить не только настоящее но и будущее вот как то вот так если у кого то есть какие то вопросы пожалуйста задавайте с радостью отвечу если вопросов нет то в принципе не знаю даже что добавить вот буду вас в любом случае ждать на курсе и с удовольствием разбираться вместе с вами спасибо нашим преподавателям спасибо сергей спасибо анастасия ну чтож самое время задать вопросы если они есть значит мы с вами связь не прерываем вы спирта ваш список есть у нас мы будем вас обо всех обо всем что будет происходить о начале курса каких-то предварительных этапов будем оповещать вот не вся конфигурация нам еще понятно может быть мы предварительно сделаем как какое-то место для связи вот значит в конце лендинга есть у нас вот такой вот контакты да кстати вы можете несмотря на то что у нас этот лендинг есть да сам по себе вы можете скачать презентацию которая может ну вдруг кто-то не был на лендинге не знаем вот кто-то попал на вебинар мимо нашего лендинга значит вот эти вот места которые группы во вконтакте и в телеграме это пока не не группы нашего курса вот это группы фонда а вот тем не менее на них заходите и возможно там какие-то вопросы можно будет задавать но я не гарантирую что именно там на них можно будет ответить можете если будут какие-то вопросы можете пока задавать через форму директ академии вот как-то или каким-то любым другим способом через нашу техподдержку а ну мы постараемся что-то сделать чтобы вас соединить на первоначальном этапе чтобы не работать с вами через каждый раз через письменную рассылку вот ну что ж собственно у нас все на данный момент вот да вот кто-то только поздоровался с нами а мы уже пытаемся завершать до синхронные занятия примерно длительностью по полтора часа но может быть не точно секунду в секунду но плюс-минус вот то есть по одному академическому часу на каждую на тему вот ну что ж ну тогда наверно у нас к вам все пока вот будем находиться на связи и надеюсь что вот примерно через месяц когда начнется наш курс вот у нас сейчас этап мы должны до конца апреля сформировать сформировать участников нашей группы вот после этого мы прекращаем прием и и все ну дальше дальше праздники а потом буквально через неделю мы начнем вот ну что ж давайте тогда на этом завершимся спасибо всем кто пришел спасибо всем кто за зарегистрировался вот я надеюсь что на активное участие на курсе спасибо нашим преподавателям которые обстоятельно это все объяснили будем работать до свидания спасибо спасибо